На фоне скучных серых панелек дом номер 18 по улице Никонова явно выделяется. Сейчас определить его возраст можно разве что по балконам, во всем остальном дом под стать новостройкам. Однако яркие цвета радуги далеко не все его преимущества. Сделано и очень хорошо. У нас работали мужчины очень хорошо, добросовестно. Смотрите, видите, все это и покрасили, и крышу все сделали. Красота какая. Фонд капитального ремонта жестко требует от подрядчиков высокого качества выполнения работ. Все они выполняются в строгом соответствии со строительными нормами и правилами. Принимает работу комиссия. В ее составе специализированная контролирующая организация, государственная жилищная инспекция, управляющая компания и, конечно, сами собственники. В этот раз вместе с комиссией работу принимает и местный пес Тошка. Под его внимательным контролем вопросов к подрядчику не остается. Что-то было не учтено проектной сметной документации. Ну, скажем, не были учтены входные группы, крыльца. Поэтому сейчас на сегодняшний момент крыльца подремонтировали и, соответственно, замещаний нет. Только за полгода работы по новой системе капитальный ремонт выполнят примерно в таком же объеме, как за два предыдущих года. Тогда отремонтировали 250 домов, за 7 месяцев 2015-го более 200. Сейчас ремонт закончен более чем в половине домов. И с каждым днем эта цифра продолжает расти. На сегодняшний день работы полностью завершены на 106. Ситуация меняется практически каждый день, потому что идет работа приемочных комиссий. Я думаю, что до конца декабря этот план будет выполнен. Уже сейчас рассматривают более 500 проектов на следующий год. Всего же в 2016 году по программе капитального ремонта в регионе планируют отремонтировать 800 домов. Алифтина Батурина, Максим Веселов, Объективное НТВ.